Через несколько дней в Астрахани появится региональная федерация спортивного джиу-джитсу. Это позволит спортсменам проводить областные соревнования и бороться на всероссийских турнирах. Сейчас команда набирает форму перед поездкой в Ростов-на-Дону. К поединкам их готовят мастера мирового уровня. Впервые в Россию и специально к астраханским спортсменам из Бразилии приехал мастер спорта по джиу-джитсу Асвальдо Арнелло. Сергей Рожко продолжит. Гард. В джиу-джитсу это одна из самых выгодных позиций, но не для спортсмена, который борется сверху. Ему можно сделать удушающий прием и бой закончится. Это как поставить мат в шахматах. Чемпионы мира россиянин Алексей Белоконенко и бразилец Асвальдо Арнелло не зря сравнивают татами с шахматной доской. Ведь зная тонкости игры, ребенок сможет победить взрослого. В джиу-джитсу физическая форма уступит технике. Я приехал показать самое красивое в бразильском джиу-джитсу. Ее магическую часть. Не нужно проводить сутки в тренажерном зале. Необходимо лучше изучать приемы и просто тренироваться. В Астрахани еще никогда не проводили тренировки сразу два чемпиона мира по джиу-джитсу. Если Алексей Белоконенко не раз проводил здесь семинары и показывал базовую технику, то Асвальдо Арнелло в нашей стране впервые. Приехал бразилец, приехал мастер, приехал чемпион мира. Это вообще диковинка. Это само по себе уже является изюминкой. И все, что он показывает, эти техники, ну, есть, например, в Ютубе, есть где-то там в интернете. Но они все просто есть и все. То есть люди на самом деле не знают, неправильно делают их. А он объясняет тонкости, он объясняет суть этой техники. Как ее применить правильно, эту технику. Как она будет работать именно в спарринге. Реализуя принцип мягкой силы, Асвальдо Арнелло учит астраханских спортсменов выходить из захвата и побеждать. Начинающие спортсмены часто совершают ошибки. Мы практикуем в основном школу немножко другого мастера. Мы являемся учениками Андреа Монтейра. И мы занимаемся у него постоянно. Но Асвальдо представитель немножко другой школы. У него есть другие нюансы, другие тонкости. В его школе делался акцент на другие моменты. Он ними очень охотно делится, мы ему за это очень благодарны. И таким образом мы расширяем свой круг газов. Ну вот на соревнованиях мы ездили два раза в Ростов. Когда мы ездили первый раз, меня брали в Город, я вообще не могла выразить. А вот сейчас я получил много техники, я думаю, теперь смогу выразить. У астраханских борцов есть все шансы выиграть на соревнованиях, которые пройдут в Ростове в конце февраля. Спортсмены часто привозят трофеи с этого турнира. В прошлый раз все 12 членов команды завоевали медали, три из которых золотые. Визит именитых мастеров совпал с образованием региональной федерации спортивного джиу-джитсу. В Министерстве юстиции уже подготовили соответствующие документы. Это позволит спортсменам проводить областные соревнования и бороться на всероссийских турнирах. Сергей Рожко, Роман Черкашин, Центр новостей.